Раннее утро в Одессе 1 марта, первый день весны. А в Одессе пошел снег, а у нас проросли нарциссы и пролетает снег. Вот такой первый день весны у нас в этом году. Ну, доброе утро, страна. Прошел час, и вот какая у нас в Одессе весна. Вот такая в Одессе весна наступила, первый день весны, а у нас метет снег. Даже природа бунтует. Вот. Ну, вот такое в Одессе утро 1 марта. Но самое главное, то, что в Одессе пока тихо. Это на сегодняшний день самое главное. А я бегу в комнату, холодно. Ну что, друзья, хочу вам рассказать немножко об обстановке в Одессе, в нашем городе. А я вот сейчас, знаете, чем занялась? Нарезаю хлеб, буду делать сухари. Дело в том, что Саша сходил за хлебом. У нас, конечно, тут, в принципе, все есть. Может быть, не в таких количествах, как бы хотелось. Но продукты, в принципе, все есть. Ну и хлеб, конечно же, тоже. Мы, в принципе, едим мало хлеба. Но вот в этот раз мы взяли не одну, а две буханки. И, конечно же, я решила сделать сухари. Ну, пока я буду нарезать хлеб, я расскажу о том, что у нас происходит и как прошла ночь, день. В принципе, у нас пока все тихо, дай бог. Но вчера, конечно, все мы, я думаю, вся страна была в ожидании. И не только наша страна. Конечно, многие ждут результата от этих переговоров. И, конечно же, мы с волнением ждали. Но, конечно, результат сегодня уже многие знают о том, что прошел только первый раунд. Ну и Россия выдвинула свои требования. Украина свои. Требования Украины, чтобы Россия вывела все войска и прекратила войну. Ну, а как там договорятся, покажет время. А в это время, конечно, во многих городах еще проходят боевые действия. Вчера в Киеве вообще жесть какая-то была. Это ужас. В Харькове тоже. Люди уже просто, даже эти несколько дней уже устали. Что нас ждет дальше, не знаю. Конечно, с ужасом думаю, как у нас на Востоке столько времени это все продолжалось. Как там люди выживают. Вообще, я не знаю. Мне кажется, это невозможно. Вот. Ну, а в Одессе, в принципе, все работает. Но, что хочу сказать. Привоз работает до обеда. Аптеки тоже работают, они, по-моему, до 16 часов. Потому что у нас в Одессе с 19 до 6 утра комендантский час. Слышала, что ночью сегодня поймали несколько диверсантов. Поэтому, конечно, ночью одесситы стараются никто не выходить на улицы. Сидим, закрываемся на 100 замков. В общем, все, кто остался, конечно, у нас такой немного, я вам скажу, мандраж. Это пока. Пока у нас еще тишина. Если это будет продолжаться, я не представляю, что нас ждет. Поэтому, конечно же, мы молимся и ждем и надеемся на эти переговоры. Только это. Потому что, знаете, народ Украины как-то так уже ожесточился. И уже просто, я не знаю, чем это все может закончиться. И до чего это может зайти. Просто ужас. Конечно, то, что сейчас у нас происходит, никто не ожидал, никто не думал. Вот. В общем, пока Одесса живет в обычном режиме. Но это, знаете, такое все зыбкое. У нас же сейчас, знаете, в стране, так, минута тишины, а через минуту все может измениться. Поэтому, друзья, сушите сухари, как это делаю я. Потому что, что нас ожидает дальше, этого не может знать никто. Вот такой сегодня у нас первый день весны. Вот такой вот, вот такая вот долгожданная весна наступила. Вот так печально. Мы, конечно, и не ожидали. Даже подумать не могли. Но вот, как говорят в Украине, шо маемо-то маемо. Надеемся, надеемся, что Бог нас услышит. Потому что молимся мы не только нашей страной, а всем миром. Субтитры создавал DimaTorzok